Почти 11 тонн отсортированного в Карелии ПЭТ вторсырья отправилось на Тверской завод вторичных полимеров. Об этом сообщил карельский экологический оператор. Организация благодарит жителей региона за участие в раздельном сборе мусора и заботу об экологической ситуации в Карелии. Специалисты карельского экологического оператора отметили, среднее задержание вторсырья в желтых баках составляет 60%. И это очень хороший показатель. Больше всего жители Карелии сдают на переработку бумагу и картона. На втором месте стекло. Замыкают топ самых популярных фракций различные пластики. На сегодня уже проведено 35 отгрузок вторсырья. Оставить вторсырье можно в желтых баках на контейнерных площадках. Его забирают специальные мусоровозы и доставляют на первую промышленную сортировочную линию на улице Зайцево в Петрозаводске. Она начала работать в весной 2023 года. Именно сюда везут содержимое желтых контейнеров. Отходы делят на фракции, прессуют и отправляют на переработку. За 2023 год мы получили более 1600 тонн раздельно собранных отходов, из которых более 900 было полезных фракций выбрано. Отгрузили порядка 660 тонн, реализовали. Мы планируем весной запустить вторую линию. Мы уже в принципе ее привезли, арендовали здесь второй цех. В скором времени начнем работы по подготовке к монтажу. Запуск дополнительной линии позволит начать сортировку смешанных отходов. Это станет важным этапом в развитии проекта. На сегодняшний день в Карелии установлен 1061 контейнер для сборов торсырья. Из них 834 находятся в Петрозаводске, остальные в Суаяровском, Прионежском и Пряжинском районах. В планах на этот год начать раздельный сбор отходов при Ладожье. Егор Буяло, Александр Лычагин для программы «Большие новости».